Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Уходящая торговая неделя по праву считается коррекционной. Да это и понятно, долларовые позиции знатно перегрелись. Что же мы имеем в торговых графиках? Валютная пара евро-долларов укрепилась примерно на 120 пунктов с минувшей 5 лет, достигнув значения 1.1779. Коррекция от основания 2021 года считается совершенно нормальным циклом. Стоит напомнить, что нисходящее движение по евро имеет место с начала июня, а масштаб ослабления составляет 5%. Каковы наши ожидания? Процесс восстановления нисходящего ухода относительно коррекции займет некоторое время, но нисходящий интерес по-прежнему актуален на рынке. Сам процесс восстановления, вероятно всего, будет активно обсуждаться и развиваться на рынке в период уже следующей недели. Возможно, мы увидим касание основания 2021 года. Ну, ожидания, в принципе, оправданы. У нас имеется уже четкий нисходящий цикл и осталось сделать, знаете, такой последний шаг в нисходящем развитии. Я имею в виду пробой вот этих значений. Это значение 25 сентября и от 4 ноября прошлого года. То есть пробой данных координат допускает уже в перспективу смену среднесрочной тенденции с восходящей на нисходящей. Тем самым вот этот процесс восстановления, к которому мы сейчас идем, это все еще маленькая часть большого пути. Ну, будем надеяться, что все же у нас нисходящий интерес сохранится, а коррекция не перейдет на продолговатый тип, уже в сторону куда-нибудь значения 1,1850. Ну, анализируем, смотрим и работаем. Английская валюта с начала недели укрепилась примерно на 160 пунктов, но это ей не помогло. Нисходящий цикл психологического уровня 1,40 по-прежнему актуален на рынке. Восстановление относительной коррекции идет полным ходом. Качество основания рассматривается ценовой район 1,3750 и 1,36. Но здесь, как мы видим по торговому графику, в принципе, все аналогично нашей предыдущей валютной паре. Для нисходящего нашего цикла, для возможной смены торговых интересов уже в среднесрочной перспективе, конечно, нам нужно все эти координаты пробить, уйти ниже, зафиксироваться на дневном периоде. Ну, тогда уж мы будем с вами так громко говорить о том, что вот это движение будет у нас восстанавливаться. Ну, опять же, нужно на это все время, время, возможно, как раз новая неделя, а новая неделя у нас уже сентябрь, новый сезон, почему бы и нет. Так что, опять же, наблюдаем, ждем, возможно, нас ждут очень-очень аппетитные торговые сделки. Австралийский доллар ничем и не отличался под циклом от своих собратов по рынку. Коррекция добрых позиций вернула нас в район 0.7265, при этом исходящий ход также актуален на рынке. Ориентиром для трейдеров считается, как и прежде, психологический район 0.70, куда мы еще ранее, ранее планировали подойти. Напомню, что мы идем к нему еще там с конца июня, вот отсюда мы с вами идем. И, в принципе, сейчас уже оставалось чуть-чуть пройти, чтобы его достигнуть. Пойдем ли мы дальше, это, конечно, будет видно, опять же, относительно психологического уровня, относительно его точек удержания. Но, как мы видим, наши эти три торговых инструмента, которые мы сегодня разобрали, то все, в принципе, одинаково. Мы с вами говорим о долларовых позициях, о возможном смене торговых интересов, о преобладающем, опять же, интересе к долларовым позициям. Как раз все, если это, опять же, подтвердится, то, в принципе, наш уровень 0.70, он дальше будет пробит. Ну, мы сейчас находимся на таком вот паритете, условном паритете, опять же, который очень важен на рынке в плане торговых интересов. То есть, они у нас сохранятся, либо они у нас поменяются. Отсюда же говорю, наблюдаем. Если все же мы таких, знаете, позиций вообще-то не имеем, каких-либо, что по евро, что по фунту, да, то я бы, наверное, все-таки немного подождал, посмотрел, какие будут, опять же, движения. Потому что, если все же у нас подтверждается смена торговых интересов, то, в принципе, знаете, что у нас и по евре, что и по фунту, у нас, в принципе, ожидания довольно большие по работе с нисходящими торговыми сделками. Анализируем, смотрим, думаю, уже на следующей неделе, точнее, ее к концу, когда мы будем делать наш вывод, может, что-то уже более ясно станет, сможем более-таки четкие, опять же, ориентиры для себя и выставить. Ну, на сегодня у нас все. Всем удачи и хороших выходных.